В городе продолжают работать ярмарки выходного дня. В них задействованы крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные фирмы. На прилавках продукции из Бендер, Тирасполя, Первомайска, Ближнего Хутора, Слободзея и Кицкан. В них принимают участие сельхозпроизводители местные. Они сами осуществляют выращивание продукции растениеводства и сами ее реализуют. Овощи в ассортименте, были представлены фрукты, слива, персик. Сейчас как раз время вызревания этих видов сельхозпродукции. Арбузы были представлены. Мед был представлен в широком ассортименте. У нас много пасечников, которые сами выращивают мед. Мы надеемся, что они все-таки поймут, что это сельхозярмарка и что цены должны быть более щадящие, чем на рынке. Первая ярмарка уже успешно прошла на площади освобождения. Здесь же раскинутся ярмарки 25 и 26 сентября, а также 6 и 7 ноября. Помимо центра города охвачены и микрорайоны. На солнечном ярмарка пройдет в эту субботу 8 августа, на Борисовке 15 и 29 августа, на Ленинском 22 августа. В микрорайоне Шелково ярмарка состоится 5 сентября, на Хамутяновке 12 сентября и в самом отдаленном микрорайоне Северной 19 сентября. Такие ярмарки уже третий год проводятся на территории нашего города. Уже определились с местами их проведения. И каждую субботу до 11, включая 14 ноября, эти ярмарки будут проходить по всем микрорайонам города. В прошлом году ярмарка не проводилась на территории микрорайона Северной. В этом году проработан вопрос, решен вопрос таможни и она тоже будет проводиться там наряду со всеми ярмарками, включена в график. Кроме того, организуют и две дополнительные ярмарки. Школьную с 11 августа по 13 сентября и медовую. Она будет проходить с 14 по 19 августа.